Ребята, всем большой-большой привет! Сегодня будет еще один вариант рождественского венка, украшения новогоднего, поэтому предлагаю вам оставаться на связи. И сегодняшний венок будет состоять по большей части из шаров. Я буду использовать те, которые мне уже не нужны. Половину из них я раздала, отдала в садик, еще куда-то и осталось у меня совсем чуть-чуть. Я сейчас стараюсь на елку такие шары пластиковые не вешать, больше отдаю предпочтение стеклянным либо самодельным. Поэтому нашла такой выход вроде, чтобы и не выкидывать, чтобы пригодились, ну и порукодельничать вместе с вами. Единственное, на что я потратилась, это гирлянда с фикс прайс, уже знакомая нам. Звездочки, олени, елки и ангелочки были представлены. Посмотрите, что у вас осталось в наличии в вашем магазине. Данный венок, как и предыдущий, будет 30 сантиметров в диаметре. Единственное, немножко пошире будут его края 9 сантиметров. Таким образом, отверстие посерединке чуть меньше. И я начну с приклеивания блока питания к обратной стороне. Все также будет работать своим термопистолетом. В этот раз я провод проведу по передней стороне, по лицевой. Сами звездочки я пока что не приклеивала. Я их еще смогу как-то разместить по своему желанию. И начинаю приклеивать шары. Гамму я выбрала. Ну как выбрала? Особо ничего не выбирала. Использую то, что есть. Но гамма такая симпатичная, в моем стиле. Прозова фиолетовая, золотая. Вы, соответственно, берете те шары, которые есть у вас дома, которые завалялись и ждут своего часа. Завязки ненужные. Я отрезаю и убираю. Также здесь использую вот такую розочку. Я ее лепила сама из самоотвердевающей глины. Поэтому она уже такая достаточно старенькая. Я ее использую здесь. Я очень люблю цветы в новогодних украшениях. Красиво будут смотреться именно вот такие необычные украшения. Не просто гладкие круглые шары, а вот что-то такое фантазийное. Когда приклеивать будете игрушки, то обращайте внимание, чтобы вот эта боковинка была также сбоку, чтобы она не торчала вот этим стыком. на лицевой стороне. Желательно их прятать. Добавлю несколько шишек, но прежде я их немножечко подкрашу белой и розовой краской. Маленькие шишки от лиственницы покрашу розовым. Приклеиваю шишки и начинаю добавлять немного хвои. Она у меня осталась от ветки из фикс прайса. Основное все пошло на предыдущие. Буду класть веточки вот сюда под фонарики. Вот таким образом. То есть я их сейчас буду отрезать как мне нужно и понемножечку добавлять в пустые места. Впоследствии я припорошу их полюбившимся мне в этом году снегом искусственным. Они не будут так сильно выделяться. Добавляю еще шариков, которые подходят по размеру и по смыслу. Добавляю вот эти маленькие шишечки красивые. Снимаем. здесь я сейчас спрячу вот этот вот край все закрываю елочкой чтобы картона не было видно и чтобы срез вот это тоже не просвечивал я хочу добавить немного розового еще но к сожалению шарики розовый у меня закончились поэтому сделала такие подарочки небольшие наподобие тех что я делала в елочке отрезаю бумагу эта бумага у меня осталось от цветов я уже говорила что я почти никогда ничего не выкидываю всегда оставляю все и вот видите оказывается что не зря так же воспользуюсь ягодками от веточки из фикс прайс на этом же этапе начинаю подклеивать звездочки чтобы они тоже были зафиксированы также добавлю вот таких ягодок с алиэкспресса ну и в общем то да мне как обычно сложно остановиться потому что но я вот прям получаю огромное удовольствие от процесса но все хорошее рано или поздно заканчивается как мы знаем поэтому и я тоже буду закругляться в общем то у меня и место уже больше не осталось и материалов кстати говоря тоже я наверное использовала все 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 что у меня было дома хранилось прошлого года и и в самом конце добавляю немного искусственного снега купленного фикс прайсе чтобы все глянца и блестящее было немножко более припыленным и зелень также не выбивалась ребят ну и вот такой веночек у меня в этот раз получился он такой аккуратненький хорошенький симпатичный как я и сказала после того как припылила все снегом искусственным он стал очень гармоничным зелень не выбивается все пастельная нежная и кстати классно сочетается с моей елочкой но это мои любимые цвета поэтому это очень-то неудивительно и все горит все сияет как должно быть в новый год если понравился вам мастер-класс это что у меня получилось то прошу вас поддержать меня пальчиком вверх мне будет очень и очень приятно подписывайтесь на канал пишите комментарии отличного вам настроения хорошего декабря и до новых встреч совсем скоро пока пока